Сегодня на пресс-конференции мэрии также много внимания было уделено мерам, которые город предпринимает в борьбе с опасной инфекцией. Советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко сегодня гость нашей студии. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот кое у кого уже мелькает мысль, что ситуация стабилизировалась и опасность отступает. Но так ли это на самом деле? Разделим эту фразу на две части. Ситуация несколько стабилизируется, но опасность по-прежнему среди нас и положение дел с COVID-19 у нас по-прежнему стабильно высокие показатели заболеваемости. Поэтому мы не можем позволить себе расслабиться. Мы должны продолжать целенаправленно выполнять все те мероприятия, которые мы уже выполняли. До тех пор, пока не будет провакцинировано достаточного количества людей, чтобы у нас создалась иммунная прослойка населения, благодаря которой мы значительно снизим распространение вируса среди нас. Британский вирус, бразильский штамм, теперь еще и южноафриканский. Какова на самом деле опасность вот этих вирусов новичков? Это различные мутации одного и того же вируса. Поскольку COVID-19, вернее SARS-CoV-2 вирус принадлежит к РНК-вирусам, эти вирусы склонны мутировать на протяжении всего времени. То есть постоянно появляются какие-то новые мутации. Насколько ученые сейчас получают данные о свойствах данных новых мутированных вирусов, на основании этих данных можно предполагать, что действительно они вызывают заболевание. Заболеваемость достаточно высокая. Это значит, что способность инфицировать этого вируса достаточно высокая. К счастью, заболевание протекает не очень тяжело у людей, у которых выявлен этот новый мутированный вирус. И ученые склоняются к тому, что вакцины, которые сейчас применяются у нас, они работают и против этого вируса тоже. Но, конечно, все эти моменты требуют более внимательного и глубокого изучения. Но по-прежнему расслабляться нельзя? Рассслабляться, конечно, обязательно нельзя, потому что по-прежнему все сейчас зависит от нас. И любой заболевший, который или пойдет на работу, или пойдет в детский садик, или пойдет в школу, или пойдет еще в какое-то другое место, он является потенциальным источником для остальных. Ирина, спасибо за информацию. Успехов вам! Спасибо! Напоминаю, что у нас в гостях была советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Продолжение следует... Продолжение следует...